Активистов среди сочинской молодежи много. На торжественное мероприятие пригласили самых отличившихся. Это ребята, достигшие высоких результатов в спорте, творчестве, лидеры общественных организаций. А все вместе, отмечает глава города, эти девушки и юноши делают серьезную работу, реализуют проекты и программы в сфере молодежной политики. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, я на самом деле называю вас уважаемые коллеги именно умышленно, потому что я считаю, что это актив нашего города, молодежный актив, это наша надежда. У нас, в общем-то, каждому молодому человеку есть чем заняться. Это здорово. В первую очередь, конечно, нам помогли Олимпийские игры, потому что именно подготовка к Олимпийским играм дала нам огромные возможности. Прежде всего, конечно, в спорте. И сегодня только муниципальных спортивных школ у нас 36. Ребят, занимающихся спортом, в городе действительно стало в разы больше. На профессиональном уровне стали развиваться и экстремальные виды. Дорожки городского скейт-парка, открывшегося по инициативе Анатолия Пахомова, привели сочинских спортсменов на региональные и всероссийские чемпионаты. Многие из присутствующих высоких результатов добиваются и в городских рамках. К примеру, Ксения – активная участница программы «Площадка нашего двора». Рада, что наш город начал раскрываться. Есть глобальные мероприятия, в которых можно себя проявить. Прошла Олимпиада, Паралимпиада. Мы готовимся к Формуле-1. Очень приятно. Особенно сегодня отметили работу сочинских волонтеров. В этом новом для города движении приняли участие 7 тысяч горожан. Благодарственное письмо от главы Сочи вручили и лучшему волонтеру Паралимпийских игр, по мнению Международного Паралимпийского комитета. Им оказался сочинский студент Георгий Пархоменко. Мне очень приятно, что молодежь не забывает, что такое огромное внимание уделяется со стороны руководства города. За что хочется сказать ему огромное спасибо. Потому что без их участия любые мероприятия были бы, если не невозможны, то очень трудно осуществимы. Сочинские активисты с удовольствием подхватывают и идеи руководства города. Знания и желания позволяют этим ребятам реализовывать разные проекты. К примеру, Денис, который также удостоился благодарственного письма главы Сочи, на данный момент занимается реализацией программы по развитию велоспорта на курорте. Сейчас в городе Сочи есть множество возможностей для реализации своих идей, своих проектов, своих каких-то задумок, для достижения своих каких-то целей. За это хочется поблагодарить руководство города Сочи, которое дало в принципе такие возможности. Благодарственное письмо сегодня вручили и самому мэру. Молодежь в свою очередь также поблагодарила Анатолия Пахомова за поддержку всех их начинаний. Главу города ребята назвали главным партнером сочинской молодежи.